Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Матвеевич Плоткин, старший помощник прокурора Рязанской области, член Союза писателей России, автор пяти сборников стихов и начинающая оперная певица Алена Селевестрова. Здравствуйте! Дмитрий Матвеевич, скажите, как возник Ваш Союз? Союзы все возникают просто. Поскольку у меня много стихов, и на эти стихи написано уже много музыки, эти стихи стали многие песнями. Пишут ведущие наши рязанские композиторы Александр Ермаков, Юрий Ананьев, Нурислан Ибрагимов. И песни поют известные в нашем городе певцы, певицы. И вот среди них появилась новая наша маленькая звезда Алена Селевестрова. Это дочка работницы прокуратуры, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства. Мама ее прокурор, а папа сотрудник милиции. Обычно говорят, что дети прокуроров идут в прокуроры, дети милиционеров сотрудников милиции идут в милиционеры. А тут другая история. Дочка оперативных работников пошла в искусство и в журналистику. Она одновременно учится на журфаке здесь, в Рязани, и в музыкальной академии в Москве. И учится оперному пению. И однажды мы с ее мамой разговаривали, она говорит, что у меня дочка поет и может, в общем-то, петь ваши песни. Ну, давайте попробуем. И вот мы попробовали. Вот что из этого получилось. Почему выбрали такие профессии? Начнем с того, что я с самого раннего детства знала, что мое призвание быть на сцене. Я чувствовала в себе это. И огромная благодарность моим родителям за то, что они не сказали, что пробиться и стать знаменитой и известной в этом направлении невозможно. Поэтому давай пойдешь туда, где уже протаренная дорожка. И они мне никогда не говорили, ты должна стать юристом. Ты должна пойти потом работать в прокуратуру или ты должна пойти работать в милицию. За это им огромное спасибо. Я выбрала тот путь, который сама хотела. Конечно, смотрела по телевизору, передачи, влюблялась в это искусство. Ну, а как без этого? Ну, мама отдала меня в музыкальную школу. Естественно, я не сразу поняла, что хочу стать оперной певицей. Как любая девочка, просто хотела быть на сцене. И в школе хотелось выступать на всех праздниках, на всех конкурсах. Ну, это же естественно. И пришла в музыкальную школу, и там была учительница. Она занималась со мной на скрипке и услышала, что у меня есть голос. И сказала, Ален, ну, петь у тебя лучше получается. Давай попробуем. И стала отказываться. Почему? Это же интереснее, чем играть на скрипке. По крайней мере, мне всегда так казалось. Брала меня на концерт, и я выступала. Дальше начала развивать себя в этом направлении. Дальше был эстрадный вокал. Потом пришла педагог по оперному пению. Мы с ней начали в этом направлении развиваться. И как-то, знаете, так все хорошо-хорошо пошло. Обычно детям как нравится, когда все получается. Ну, и вот у меня начало получаться, и я не стала себе в этом отказывать. Дмитрий Матвеевич, скажите, а вы специально пишете тексты песен, или песни рождаются из других стихов? Это бывает по-разному. Бывает, что пишешь стихи, а потом уже на них накладывается музыка. Но бывает и другое. Вот так получилось, что и мне, и Алене нравятся песни в исполнении Лауре Фабиум. И вот один из хитов, это певица Жетем, ну, Алена его пела по-французски. Но как-то так получилось, что я перевел этот текст на русский язык. Сначала его исполнила самодеятельная певица из Кораблино Юлия Костикова. А потом я предложил этот текст Алене как профессиональной уже певице. Ну, будем говорить, уже и сейчас, и в будущем. И вот Алена спела этот текст, перевод песни Жетем на русском языке, вот так, как этот текст написал я. Давайте посмотрим, что получилось. И тихо умирает твоя камня. Алене, скажите, сложно работать с Дмитрием Матвеевичем? О чем вы? Почему сложно? Нет, любой творческий союз потрясающий. Потому что, когда один человек поет, а другой человек пишет текст к песне, никаких сложностей возникать не может. Дело в том, что сложность может возникать в понимании этого текста, в эмоциональном решении. Но у нас и здесь все сошлось. Несмотря на то, что у меня довольно молодой возраст, Дмитрий Матвеевич уже мужчина с достаточным опытом, и в его словах были такие высокие фразы, большие чувства. Я считаю, что мне удалось это передать. Я не пыталась констатировать текст. Мне хотелось прожить каждую фразу. Потому что, когда я пела на французском, я вкладывала в это свои чувства, свои переживания по этому поводу. У каждого человека, наверное, найдется то, во что он вкладывает душу. И здесь мне повезло. Я была влюблена в эту музыку, и потом мне дали текст на русском, и я влюбилась в этот текст. И вы действительно нигде не найдете такого красивого текста. Он действительно красивый. Там не просто высокопарные фразы о любви. Там действительно чувство женщины, которая очень любит. Она любит всем сердцем. И я не знаю, но Дмитрий Матвеевич вложил в это всю душу. И я хочу сказать, это большое искусство, потому что мужчина передает чувства женщины. Вот это, на мой взгляд, это талант. Начали говорить о книгах. Дмитрий Матвеевич, выпустили вы в вас пятый сборник стихов. Расскажите о нем, и какие произведения вы исполняете из него. Это книга «Неземная осень». Мы, в общем-то, с художником, оформителем Нурисланом Ибрагимовым, поэтом нашим, одним из, я считаю, лучших поэтов Рязанской области, может быть, даже в России, три года, в общем-то, готовили к изданию эту книгу, шлифовали стихи, оформлялась книга. Три года на эту работу вот ушло. Здесь я собрал большинство своих стихов, записанные, написанные за все время. Многие переделал, те, которые были когда-то написаны, уже с учетом опыта, с учетом прожитой жизни. Вот. Много новых стихов. Оформлена она фрагментами гравюр из издания Библии. Еще это гравюра на дереве, сделанной одним из старых немецких художников. Вот фрагменты мы эти взяли. Книга, в общем-то, я считаю, получилась. Три года не зря прошли. Вот мне бы хотелось прочитать стихотворение из него, которое, в общем-то, я написал давно, но, в общем-то, оно как-то у меня вот держится в памяти, как что-то близкое мне. Называется «Предчувствие любви». Живем, предчувствуем разлуки. Нетим ли удручены? Уже не так коснулись руки среди бушующей весны. Живем, предчувствуем заката. Свеча светит образа. Небезный свет пропал куда-то. В чужие спрятался глаза. Расставив шелковые сети, Золотую рыбку не зови. Мы все живем на белом свете. Лишь для предчувствия любви. Очень красивое стихотворение. Скажите, а из этой книги какие-то произведения вы исполняете, Ален? Из этой книги, к сожалению, не исполняю, но у нас в дальнейшем мы планируем сотрудничество. И, конечно, из этой книги очень есть много хороших стихов. Она у меня есть. Я ее периодически просматриваю. Все, что мне хочется спеть, я озвучиваю Дмитрию Матвеевичу. Мы работаем в этом направлении. Наше сотрудничество только началось. Да. Это пока все, что мы успели, но мы думаем, что в дальнейшем у нас еще... Немного пока, но... У нас есть планы на будущее. Есть планы на будущее, да. А планируете шестой сборник? Ну, разумеется, планы есть такие. Шестой сборник будет уже. Часть стихов написана новых. Но Алена не только же, разумеется, споет песни, будет петь песни на мои стихи. И она очень хорошо исполняет итальянские арии, в том числе вот Арию Пучини. Называется это как ария? Называется вальс Мюзетте из оперы Богема. Давайте посмотрим. Давайте. Спасибо, Алена. Спасибо, Дмитрий Матвеевич, что пришли. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин